Субтитры создавал DimaTorzok Акадоническая ответственность московского патриархата распространяется на ноги государства со своими языками, культурой и обычаями. В их число входит и Эстония, страна с давними европейскими традициями, в которой веками соседствовали люди, предлежащие к разным христианским конфессиям. Впрочем, книга может быть интересной не только для верующих. Протеерей ювеналий, родным языком которой является эстонский, служит уже 20 лет. Действительно, ценность этой книги заключается во многом именно в том, что это очень доступно для всякого читателя, для всякого мыслящего человека и всякому человеку, которого интересует вообще, в чем заключается смысл жизни. И это действительно важно для нас всех, ведь от этого зависит судьба целых народов, каково будет мировоззрение именно, как понимаются самые главные истины. Подобные книги переводятся на эстонский язык нечасто, что делает издание едва ли не уникальным для эстонского читателя. Ведь она позволяет узнать о православии от самого компетентного человека, главы российской православной церкви. Книга, адресованная тем, кто хочет ознакомиться с христианством и тем, кто изучает основы православия. Любому читателю она предлагает хотя бы на время отвлечься от обыденной рутины и задуматься о вере в Бога и о смысле человеческой жизни. Патриарх – очень эруидированный человек, и поэтому, когда он говорит, проповеди всегда насыщены содержаниями священного писания, могут идти из истории, из догматики, из искусства. Так что каждый, который будет читать, он найдет, может найти для того, чтобы его интересы. Вот я знаю, что и те книги, которые я вот написал, издаются, есть у вас требования, чтобы они были на эстонском языке. И я думаю, в общении наших двух сторон населения русскоязычного и эстонского, это для общения, для знакомства очень имеет большое значение. Нам надо дружить и жить в мире со всеми, и все будет хорошо. Тираж книги составляет 700 экземпляров. Конечно, подобное издание стало возможным лишь при поддержке спонсоров. Благотворительного фонда Георгия Победоносца из Эстонии в сотрудничестве с Российским фондом Григория Богослова, а также группы частных компаний. Отрадно, что это издание на эстонском языке не станет последним. В конце года будет представлен перевод еще одной книги. На этот раз – предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата Корнилия, посвященной истории православия в нашей стране. Владимир Михалков, Вячеслав Скаляцкий, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова